Мужское здоровье. Где слабая нужда, не стало мужскому организму, что мы вообще можем сказать о мужском организме. Но можно сказать, что самое главное для мужчин это здоровая гормональная система, это эндокринная система, должна вырабатывать достаточное количество самого главного мужского гормона. В этом нужно нам, женщинам, понимать, что хорошее юридическое здоровье, да и агрессивно, и смотреть на это спокойно, помогая мужчине с этим справиться. Мужчина сам должен понимать, что хорошее ориентирство сторонует агрессию, и лучше направить эту агрессию в мирное русло лучше всего на сборку. То есть, когда агрессия направляет правильно, у мужчины появляется удивление к лидерству. И такой страх не быть первым. То есть, мужчина, прирожденный лидер, и не должен найти у себя такую нишу и занять ее и стать первым. В этом есть. Самый страшный тестостеронный страх – это быть непосредственным в любой сфере. Поэтому здоровый, адекватный мужчина, он учится, он ищет себя. И да, это очень часто бывает, что женщины жалуются, что мужчина все ищет, ищет себя, да. Ты должен найти то место, где он будет первым. Это физиология. И у каждого гормона есть, конечно, психологическая составляющая. То есть, гормоны влияют на психологию, а психология на гормоны. Поэтому, когда рождается мальчик в силе, нужно найти для него выбрать такую нишу, раскрытый, как сказал, помочь реализоваться, чтобы в какой-то любимой области тестостерон, он стал первым. И тогда у него все будет хорошо, с гормонами. Почему так важен тестостерон? Посмотрите, от чего зависит вообще здоровье мужчины. От самого мужчины, от его образа жизни, от настроя и от гормоней тестостерона. Вот здесь на картинке прекрасно видно преимущества тестостерона. То есть, хороший уровень тестостерона, это здоровый, сильный. Мужчины имеющие функциональные критки. И низкий уровень – это больной, несчастный, тело разваливания. Итак, что вредит выработке тестостерона? Постоянное напряжение регулярно психически на грудке у мужчин-педагоголиков. Гормоны стресса, адреналин, многоадреналин, практически не берутся тестостерона. А в организме все гормоны тестостерона, в том числе, находятся и в субборном состоянии, и в связи. И связанный тестостерон и в организме находятся в печи. Образно его можно сравнить с банковским счетом, а свободный – с кровищностями в кармане. Иногда вот так с текем красавица, банковат не на него. То есть, нужен свободный тестостерон. Нет свободного тестостерона, возникает рептильная дисфункция и, проще говоря, импотенция. И именно количество тестостерона в крови определяет долголетие мыши. А тестостерон – это анаболический гормон, который способствует наращиванию мышечной массы, укреплению мышечной массы, отвечает за мышцы, силы, кости, сосуды, связки, сухожилия и так далее. Это эндогенный антидепрессант внутренний такой. Это гормон – счастье для мыши. Уменьшение выработки тестостерона приводит к болезням, гипертониям, диабетам и заканчивается со всеми инфарктов. И вот если у мужчины прекращается, нарушается аналекция, то это бывает за 3-5 лет 2 суток. То есть, здоровье мужчины и хорошая выработка тестостерона базируется на здоровье сердечно-сосудистой системе. Статистика говорит о том, что мужчины из старших тракопедей с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют более низкий уровень тестостерона, чем должно быть по возрасту. У мужчины видно, что начинают с 40 лет, снижается выработка тестостерона, ну, 40 лет – это та черта, с которой начинается нисходящая линия жизни. Снижается тестостерон, меняется цепь лица людей от носа, появляется лица, что под глаза достанутся рыхлых фигурок, округляется живот, растет недовольство с собой и появляется риск, которые не донуют, как встательные железы. Хотя мужчина должен сохранять здоровую потенцию в 60-70 лет. И хотя сравнивают мужскую кримическую железу, но это совершенно разные вещи. Это больше психологические изменения в мужском организме, изменения связанных с настроением. А потенция должна сохраняться на долгие годы, потому что потенция – это не только потенция в организме, это потенция в жизни, это как раз вот потенция чего-то достичь и успеть реализоваться в этой жизни. Все связано. Итак, какие враги в тестостероне? Что способствует снижению? Алкоголь, всем известным, в копьёх гуляет. Просто подавляет синтез тестостерона, а синтез происходит из жиров. Алкоголь – жирорастворитель. Он растворяет сырье для рыбы в тестостероне, растворяет жир внутри мягких, поэтому алкоголики такие вот синяки и выводят. И поэтому на похмелье обычный человек мучается своим мозгом. Наркотики, анаболические стероиды, с этим все понятно. То есть те вещества, которые мужчины вводят в себе в организм для наращивания мышечки носа, когда тренируются в тестостероне, это очень важно. Лишний вес способствует развитию женских гормонов в мужском организме. Действительно, и питание в этом жире. То есть есть такой афоризм, что счастье женщины не зависит от количества жира в питании мужчины. Поэтому здорового мужчины жир не отмечен. Но надо отнимать сладенькое, конфетки, пирожинки, быстрые, неудриные, от которых мужчины толстые. Ну и различные хронические заболевания. Соматические слова, сома, тело. Вот, посмотрите, сердце нормальное и сердце мужчины, которое умеренно пил пиво. А сколько пьют мужчины? Молодежь пьют по 5-7 литров. На какой-то гулянке или разве сердце может прокачать такой объем циркулирующей жидкости? Оно увеличивается, формируется обычный сорт. И даже две бутинки пива в неделю вызывают стойкое нарушение, а водность любого баланса умеренно в неделю. Опаснее конечно всего это ожирение. Еще раз скажу, что к мужскому и женскому организму в жировой ткани происходит конвертация половых мужских гормонов в женские. поэтому женщины в медополозе выбирают место компенсационное. А для мужчины набор места это крайне ненужно и опасно. Зачем мужчине женские гормоны? Ну мужчины ожиревают, много пива, едят много сладкого, лежат на диване. И вот мы видим феминизацию мужской фигуры. То есть вы видите на картинке фотошоп как вы превратили знаменитую статую образец как бы мужского тела. Вы видите как ожиревают ноги, нижняя часть тела, медленно живут, поверяются круги, округляются плечи и мужчины совершенно представительные женщины. Поэтому мужчин нужно воспитывать в городе и в холосте. И не допускать, чтобы окружность стали у мужчины любого возраста была более чем 94 сантиметра при среднем росте 1,7 м. После 30 уровень пектосорона снижается, а у больных с ожирением снижается 10 раз быстрее. А что надо делать, чтобы повышать уровень? Побеждать? Регулярно побеждать. Ставить собой маленькие большие цели и активно их достигать. То есть после любого удачного решения проблемы, заключенные там хорошие сделки, победы в соревнованиях, уровень терсостерона просто огромное количество выливается в кровь. Это дает состояние счастья, победы, мужчина такой, какой он должен быть. Поэтому даже в семье нужно давать мужчинам возможно побеждать. Занятие спорта с доносиловыми упражнениями способствуют повышению уровня терсостерона, но без фонотики. Конечно, обязательно рациональное питание. Очень важны все необходимые ингредиенты для того, чтобы мужчина был здоров. В тонко здоровом теле образуется достаточная когучая фонтестостерона. Понятно все. И важно, чтобы было правильное гормонообразование. Поэтому мужчине нужна программа жизненный тонус, в которой BASICS способствует налаживанию всех этапов работы пищеварительной системы. Восстанавливает микрофлору очищает все лишнее организм. Активальз дает силу и энергию и содержит ингредиенты предшественных для выработки энергии и на 10% улучшает насыщение кислорода ткани. Рейс энергии омега 3 кинзин кинзин для энергетики капсулы сиси тинга кардио протектор нервной системы для формирования мышечной ткани. Сидный дым до волей после тренировки и про шейп можно заменить один дым когда уже вес начинает смещаться в сторону ожирения. Нужны антиоксиданты потому что мужчинам их не хватает. Базовый уровень антиоксидантов митки поэтому все антиоксиданты полезны и классический антиоксидант с витамином реакции Е и Си Лена. Продукты очищающего действия эффективны для профилактики хронического простатита аденома предстатина железы стимулируют лимфообращение предстатина железы и защищают мочи ощущения. Вообще основная причина обращения аденома предстатина железы в нарушении метаболизма половых гормонов печени поэтому здоровая печень аденома для здоровья печени нужна программа оптимальный стекл и секс актива и дидринг это комплексы растений гепатопроцессорных и микропроцессорных то есть комплекс который улучшает основные пути вылечения в организме это печень почки а также улучшает работу всех остальных урт и путей доведения токсинов и застанет махи захватывает из клеток тяжелые метауны и выходит их взятами а в реставрации цены для мужчины цинк то есть дефицит цинк влияет не только на иммунитет цинк это король иммунитета но и на головой пуль и цинк участвует в тенге токсинов и цинк зависит состояние спермы к сожалению сейчас если пара не может отдачать ребенка то они идут на обследование и обследуются женщина и мужчина и к сожалению 60% бесплодия в паре это мужчина поэтому цинк для мужского здоровья номер один из всех минералов дальше от цинка до них и состояние предстательной железы на цинк профилактирует протокит и укрепляет местные иммунитеты воспаление предстательной железы это простатит а разрастание предстательной железы это одно простатит это инфекционное заболевание его нужно лечить получил воспалительные средства аденома это доброкачественная луна как я сказала причина это нарушение метаболизма половых гормонов печени и в то же время дефицит цинка все это способствует нарушению метаболизма образуется гидроцесс эстероз который вызывает обвесение трофилов с инфекцией и разрастание ткани предстательной железы вы видите на картинке ткани разрастается и поднимает ночевой пузырь там остается остаточная моча чувство такого неплохого опорожения ночевого пузыря и это способствует опрессованию камней это очень неприятное явление кроме того мужчина к сожалению пить алкоголь алкоголь да и печень то надо беречь и целых состав ферментов алкоголь и пидагеназы если этот фермент не работает то высокий риск алкоголя ну и хорошая потенция это хорошее кровоснабжение поэтому для мужчин жизненно важно принимать алкоголь 3 коэнзин ку-10 и это позволяет сохранить сосуды сохранить потенцию мозг и интеллект то есть алкоголь это номер один добавка потому что это жиль предшествия кастинстерона это добавка от которой все ткани тела становятся эластичными сосудами эластичными и кровь жиденькая и все это улучшает потенцию кастинжения коэнзин ку-10 улучшает репродуктивную функцию обеспечивает сперматозоиды и очень важны аминокислоты не надо пить опасные анаболические гормоны синтетических эстетирол и остальные кислоты достаточно петелинокислоты и вот прошей помимо это костные помимо хамилокислоты которые нужны для формирования мышечной ткани для формирования здорового тела точно так же как капсулы капсулы сисицели которые содержат карнитин про карнитин и репродуктивную сиси интересное что карнитин попадает в яйцеклетку вместе со терматозоидом то есть терматозоид должен содержать этот карнитин чтобы у него была энергия генетика карнитин ку-10 чтобы достичь этой яйцеклетки чтобы подвижность была хорошей и допускает генетические проценты с карнитина зародыша и дальше обеспечивает зачатие рост и развитие этого плода дальше необходимо для роста ребенка и карнитин уже будет образовываться клетками плода для жизнедеятельности потому что карнитин участвует в процессе образования энергии клеткой участвует в формировании эгитативно-мерной системы стильного головного мозга мыша поэтому рожать детей должны здоровые мужчины с хорошим уровнем энергии чтобы дальше у ребенка правильно развивать смежную систему улучшает качество спермы входит состав спермы и обеспечивает сперматозой активность поэтому это генетодобное вещество входит в состав препарата для морского здоровья и рекомендуется сложно сочать кроме того как я уже говорила карнитин это кардиум протектор то есть сердце это макор он больше всего нуждается в энергии и вещества которые участвуют в обрисовании энергии являются кардиопротекторами и укрепляют сердечную мышцу повышают помех спермы кроме того снижают уровень холестерина профилактика инфарктов инсультов то есть здоровье сердечных сосудов и стены чрезвычайно важно для мужчин и ускоряет жировую прослойку ускоряет сжигание жировой прослойки то есть карнитин он переводчик жиров он берет лишний жир носит его метаконию там сгорает в присутствии кислорода образуется вес и укрепляются мышцы то есть вот вы видите этот процесс образования энергии в метакониях плюс еще карнитин способствует выведению токсинов применяется при алкоголе детоксикации карнитин это кардио и нейропроцент поэтому повышает стрессоустойчивость антидепресса уменьшает боли защищает нейронную систему от токсинов усиливает мозговую клиническую активность повышение выносливости тонуса самочувствия и вот вместо анаболиков способствует наращиванию мышечной массы способствует образованию мышечных полоксов улучшает остроту зрения функции глаз и улучшает растуте катаракции и эстетические изменения присутствия ну и особо важный фундамент для мужчин который мы получили недавно и мы гордимся и радимся что получили это мунаген вы видите на инцикле дерева оно символизирует сердечно-сосудистую систему за открытие роли оксида азота в оконикне была присуждена Нобелевская премия трём амиканских учёным потому что это очень важно для здоровья сердечно-сосудистой системы но хард-дизм не больше болезней сердца потому что внутренний слой сосуда покрыт изнутри эндотелия и этот эндотелий вырабатывает фактор вызывающий вращение сосуда эндотелий релаксирующий фактор это оксид азота и кроме того в нашем организме очень много протекает ежедневно сражений за наше здоровье и одно из крупнейших мест для битвы это внутренняя стенка оксида и вот очень важно чтобы этот внутренний слой сосуда был в здоровом состоянии и тогда сосуд находится в расслабленном спокойном состоянии и тогда хорошее кровосудование оксид азота управляет вне клеточными и межклеточными процессами ход отвечает за расслабление сосудов решение иммунитета регулирует функцию ДНК генома регулирует действенность нервной системы нормализует артериальное давление важен для работы всех внутренних органов действует как антибиотик или не понимаю за счет помощи работы иммунной системы интересное что первое практическое применение результатов исследования оксида азота привело к появлению диаграмм и лишь благодаря оксида азота появляется возможность упасть в головые отношения потому что потенция это хорошее раздражение это наполнение крови в головных тел если сужены сосуды потенцией потенцией невозможно именно оксида азота вызывает расслабление сосуда и хорошее окраснежение действует очень быстро начало расслабления ладких мышц через 10 секунд после добавления в экспериментах действие нитрогрицерина основана наneo чистого азота нитрогрицерин даёт нитраты нитраты которые входят в состав оксида азота скажем так правильно often оксида запуска релаксации и расширения грандиоров инициация образование кровеносных сосудов и ангел-генез. Это тоже очень важно. Например, мы сломали, что-то разорвался в носу, и нужно, чтобы сосуды новые образовывали, или, например, ожог, или еще какая-то проблема в организме. Все мы стареем, и репки обновляются, и сосуды должны обновляться. Сокрещение скелетных мышц и миокарда, повышение стрессоустойчивости, передача нейронных сигналов в нервной системе, синтез АТФ и митохондрия. То есть тоже участвуют в образовании нервов. Нефункционирование митохондрии как альтипоподивающей системы. Активизируют процессы для освобождения глюкозы, когда нам нечего понять. Поглощают глюкозовые и жирные кислоты с кислотами мышцами для обеспечения питания мышц. Активизируют синтез глюкозы на глюкозическом уровне, подавляют агрегацию и адгезин тромбоцитов. То есть это профилактика тромбообразования. Активация функции пищеварительного тракта модуляция процесса вращения глюкозных костей. Ну и функция репродуктивных органов мужчин и женщин тоже участвует в работе иммунитета, заживания ран и иммунитет в том числе противооприятия. То есть функция репродуктивных костей нет. Но самое главное, поймите, внутренний слой сосудов, вот он нарисован в виде кирпичиков, это как железная эндокринная секрета, которая может вырабатывать эндотелин, который вызывает сокращение сосудов. Нет сокращения сосудов, нарушение кровосторожения, нарушение питания, они погибают. И оксид азота вызывает расслабление сосудов. И в здоровом организме оксида азота всегда больше. Из чего же он вырабатывается? Из аминокислоты аргимина с помощью синтарзы. Это фермент, который участвует в глюкозных реакциях. Из аргимина появляется цитрулин. Цитрулин через два цикла слова превращается в аргимин. И очень важно с награтием аргимина, цитрулин и фулефеноболы. И поэтому моноген содержит вещественники для выработки айсида азота и витамины группы В, большинство 13 и фулеевую кислоту для защиты внутреннего слоя сосуда от повреждений. Доктор Тобио Ацкин, директор научного субъекта компаний и внутренний канал, рекомендует особенно спортсменам и люди старше 40 лет уделять оптимальное внимание сооружению организма оксида азота. Кому мы рекомендуем, в первую очередь, мужчину для мужского здоровья, можно людям и старше 35 лет, если есть какие-то проблемы, связанные с кровослужением. Например, проблемы со зрением. Потому что глаза лечатся только через улучшение кровотока. В университете нет ничего, что могло быть противопоказано детям. Ну, просто у детей и так здоровые сосуды. Но к вам, где проблема, там, конечно, можно в курсе. Я профилактики проблем с сердцем и сосудами просто всем грамотным людям. Принимайте легко, подвигаться в день. Кому не нужен, не нужен. А в силу не нужен. Итак, резюме. Мужское здоровье – это в первую очередь, в последнюю пункт энергичных активностей. И для этого мужчине нужны жиры специальные, но без ожирения, ограничения углеводов. И жиры – это в разумном количестве. Цинк – обязательный источник цинка. В идеале, в случае каждого голового акта, нужно быть цинк, потому что мужчина теряет со спины. Улучшение кровоснабжения, контроль кровоснабжения, не допустить инфарктов и синтеза в слабой весе. Нужны вещества, которые обеспечивают клетку и энергии, антиоксиданты, аминокислоты. И мужчины не любят заботиться о себе. Поэтому этой функцией должны взять на себя женщины. И не просто так говорят, что мужское здоровье – это женское, а женское счастье – это мужчина. Поэтому будем помогать мужчинам. Мужчинам – быть здоровыми. А мужчине, пожалуйста, не сопротивляйтесь. И принимайте эту помощь, чтобы сохранить свое тело как можно больше. Принимайте продукцию седлой, а седоносите седлой, именоген, и будьте здоровы. Всего хорошего.